МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родители в дверь, дети в окно. Жители Каспийска наблюдали ужасающую картину в окне девятого этажа одного из жилых домов. Ограниченные возможности здоровья не помеха для творчества. Музыкант-инструменталист Мухаммед Арзуманов бескорыстно обучает особенных детей национальным танцам. Дагестанские боксеры снова первые на проходящих в Беларуси соревнованиях. Наши спортсмены завоевали две из трех золотых медалей россиян. За минувшую неделю на дорогах Дагестана погибли в ДТП 8 человек, в том числе один ребенок. Еще 76 человек получили ранения, среди них 7 детей. Превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и переход пешехода в неположенном месте. Это самые частые причины ДТП со смертельным исходом. В ГИБДД республики призывают жители республики соблюдать правила дорожного движения. Легкие деньги могут привезти за решетку. Но этого, по всей видимости, не знали трое мужчин, присвоив чужой автомобиль, да еще и требуя за него выкуп в размере 300 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий была организована передача меченых денег подозреваемым. Поняв, что попались, участники преступной группы открыли огонь по полицейским, но были задержаны и доставлены в отдел. Мы говорим вот так, вот так, это место подъеки, пешком выйдет и день будет хорошо. Вот мы идем Хабиб, я подхожу к Хабибу, стоял мне Хабиб, передаю деньги, и мы начинаем бежать. Из-за чего начали бежать? Ну, поняли, что работники, сотрудники полиции за мной не следят. Мы начали бежать, уже... Бежав, я уже почувствовал, что я задыхаюсь. И сейчас работники полиции испугались, отбежали от нас. Мы сотренили, короче. У человека машину забрали, машину взяли, заложили на убытки. За сколько заложили? 170, что ли, или 160, точно не помню. Поскольку тебе сколько досталось? 40. Впрочем, схему ребята использовали не впервые. Установлено, что ранее задержанные конфисковали 100 тысяч рублей и автомобиль «Лада Гранта» у 33-летнего мужчины. Вы намеренно подсыпали сахар в пакетик, спрятали в его автомашине. Это не яблок. И перед ним нашли его, представляясь сотрудникам полиции, угрожая ему тем, что он может понести за эту уголовную ответственность. Подсыпал я, но вытащил эту машину, и поставили, почему мне дали вот так, ну вот так, или что, я просто ему вот это, с кармашкой вот это все. Ребенка, сидевшего на кондиционере девятого этажа дома, спасли в Каспийске. В дежурную часть полиции города поступило сообщение о том, что на улице Халилова, на подоконнике многоэтажки, стоит маленькая девочка. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов, никого из взрослых в квартире не обнаружили. Позже выяснилось, что трое детей находились в помещении без родителей. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбирается полиция. Я с коллегой поднялся на восьмой этаж, в соседнюю квартиру, пытались оттуда спустить ребенка. У меня не получилось, так как там было расстояние большое. Мы поднялись, поднялись на девятый этаж, пытались открыть дверь подручными сестами. У нас этого не получилось. Потом, как начали стучать, там дверь открыла, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в квартире. Мы зашли в квартиру, как зашли в квартиру, сняли с подоконника ребенка и увидели, что здоровье ребенка ничего не угрожает. И к другим темам. Ограниченные возможности здоровья не помеха для творчества. Музыкант-инструменталист Мухаммед Разуманов бескорыстно обучает особенных детей национальным танцам и игре на музыкальных инструментах. В гостях у коллектива побывала и моя коллега Камила Мексиханова. Ей слово. В этом скромном местном помещении царит удивительная творческая атмосфера. Более 30 особенных детей учатся играть на музыкальных инструментах и осваивают национальные танцы. Им в этом бескорыстно помогает музыкант-инструменталист Мухаммед Разуманов. Я как-то давно был опыт. У меня я работал сначала в детском доме в городе Дербент, потом в Махачкале, в доме дневного пребывания, работал с особенными детьми. И как-то привык, полюбил это дело. И вот потом решил открыть отдельную частную школу. И уже пятый год где-то я с ними. Уже просто я не хочу ничем другим заниматься. С детьми работаем с инструментами по мере их диагноза, по возможности. У кого позволяют, то есть физические возможности мы занимаемся с барабанами в основном, чтобы мелкую моторику развивать. И иногда мы клавишные инструменты это синтезатор, гармонь, мы занимаемся с ними. Но с детьми больше мы занимаемся хореографией. Это как бы основа. Ученики с удовольствием посещают занятия. Несмотря на все сложности, ребята дают концерты по всей России и участвуют в конкурсах. В их арсенале уже десятки наград. Ну, мне нравится с другими общаться. И здесь все очень интересно. И мне нравится изучать что-то новое. Учит Мухаммед не только творчеству, но и принимает активное участие в создании комфортных условий для детей. Бурки, национальная одежда, предметы интерьера и все инструменты музыкант находил сам. Реквизитов, мебели было собрано мной в основном из дома. Что-то, что выбрасывалось на мусорку, там диваны, столы мы находили. Я сам их приносил. Ковры, потому что дети на кафеле занимаются холодно. Что-то я приносил из дома, что-то родители. И точно так же в костюмерной все, что мы в вешалке, все сам лично забивал, находил рейки на стройках и все это как-то сам делал. Соответственно, и физическая помощь как таковой нет. И даже что-то поднять, подбить, забить, то есть все приходилось делать самому. К сожалению, реализовывать свою мечту Мухаммеду приходится нелегко. Денег и сил не всегда хватает, признается он, а хотелось бы расширяться и создать полноценный функционирующий центр, чтобы как можно больше особенных детей могли приобщиться к творчеству. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. В школе благонравия имени Аишат Ахматиловой состоялся первый выпускной онлайн-курс. За полгода более 600 студентов прошли обучение по дисциплинам благонравия праведников этика, ислама, покорная Богу. Коллектив школы организовал праздник для своих выпускниц. Подробнее в сюжете Аиши Тухаевой. Курс, которому нет аналогов, так чаще всего характеризуют обучение в школе «Благонравие». Здесь студентки проходят уроки мудрости. Темы берут из книг «Благонравие праведников» авторством шейха Ахмада Афанди Муфтия Дагестана и книги «Покорная Богу», в которой все разделы посвящены женщине, ее жизни, вопросам и проблемам, с которыми она сталкивается. Автором книги является мудрая, всю свою жизнь посвятившая помощи мусульманкам советник Муфтия Айна Гамзатова. Каждый раз встречаясь с выпускницами для меня это огромное просто настолько большая радость. Я даже не знаю, можете ли вы себе ее представить. И сегодня тоже я очень сильно волнуюсь. Иногда большая радость, она тоже мешает говорить. я попрошу просто у Всевышнего, чтобы каждая буква знаний, которую вы впитали на этих курсах, пусть она благодатью заполнит не только Дагестан, не только Россия, но и всю планету. на курсах благодатью, на курсах благодатью, и студентки курса выказывают друг другу высоконравственное, бережное и уважительное отношение. Вы получаете объятие, снова благодарность от ваших студентов. Давайте поаплодируем представителям. Я куратор 10-й группы, и я как сегодня помню свое волнение перед первым созвоном о том, как переживала, как примут меня ученицы. Но каково же было мое удивление, когда они с таким адабом встретили меня. За этот небольшой промежуток времени они стали мне как родные, и сегодня мне на самом деле очень грустно отразумевать с вами. В школе Благонравия обучаются студентки со всех уголков России. Поскольку есть онлайн-обучение, многие женщины, занятые полный день на работе или домохозяйки, многодетные матери и даже те, кто находится за тысячи километров от Дагестана, могут обучаться в школе Благонравия. На праздник, организованный в честь выпуска, прибыли студентки из разных городов России. Это очень недоступно в маленьких регионах и даже в той же Москве, чтобы столько знаний получать, и, не знаю, столько прекрасных книг, возможностей все время учиться. Я вот пока здесь была, уже прошла курс по омыванию усопших, то есть три дня будут. То есть постоянно какие-то встречи, какие-то интересные курсы, и я очень благодарю Всевышнего, что он нас объединил. Наверное, вот когда ты ощущаешь, как мой учитель Фатима, мне так казалось, что она, знаете, не выше где-то меня, а она рядом со мной. Это, наверное, самое главное. Ты не боишься ошибиться, она всегда исправит, она всегда поможет. На выпускном присутствовали только женщины. Студентки школы исполняли нашиды, постановки, в которых продемонстрировали проблемные вопросы общества. Субтитры создавал DimaTorzok организаторы школы благонравия вложили много сил и души в курс обучения мусульманок урокам нравственности. Ведь задача перед ними стояла непростая. В онлайн-курсе через экран донести глубокую мудрость, содержащуюся в книгах. И преподаватели, и организаторы признаются, в каждом шаге руководствовались правилом, которое является и девизом школы. Если подойти с душой, то все получится. Айша Тухаева, Ислам Халиков, новости ННТ, Махачкала. Пожар в Магарамкенском районе оставил без крова целую семью. Нуралеевы чудом остались в живых. Домочадцев спасти удалось, однако из имущества ничего не осталось. После трагедии фонд Инсан объявил срочный сбор средств для оказания помощи пострадавшим. Общими усилиями удалось собрать более 4 миллионов рублей на строительство нового дома. Один из предпринимателей от себя лично пожелал подарить главе семьи Эмербегу автомобиль Лада Грант стоимостью в 1 миллион рублей. И мы сегодня пришли вас обрадовать. Сбор тоже хвала Всевышнего прошел хорошо. Люди поддержали. Люди очень прониклись вашей бедой. Нишала построим. Здесь будет хороший большой дом. Мы вручаем вам сертификат на 5 миллионов 150 тысяч рублей. Сертификат вам. Спасибо. Особо хотелось бы отметить сельчан Эмербега которые самые первые минуты они помогли они беде их не оставили помогли им и финансово они тоже кроме нашего сбора то что мы собрали они тоже вот так собрали они уже начали уже строительство дома уже. Халло Один наш брат предприниматель увидел ваш героический поступок как вы жертвуя собой с такими ногами зашли в дом горящий дом вытащили свою семью он воодушевился этим и решил вам подарить новую машину Лада Гранта чтобы вы на ней ездили очень долго чтобы вы возили свою семью чтобы у вас было все хорошо Благодарю от моей семьи лично от всех людей всего самого лучшего вам вашему фонду Спасибо всем фонду Инсант всем людям которые откликнулись на беду моей семьи выражаю благодарность добро есть мир вашему дому и о спорте дагестанские боксеры лучшие на играх страны СНГ на проходящих в Беларуси соревнованиях наши спортсмены завоевали две из трех золотых медалей россиян лучшими в своих категориях стали Ахмед Бек Меджидов и Камиль Джамаев первый в финале весовой категории до 57 килограмм одолел хозяина ринга белорусского боксера Витаса Гарцуева Аджамаю выиграл награду высшего достоинства в весе до 86 килограмм также победив в финале представителя Беларуси Кирилла Дугоря в общекомандном зачете российская сборная в турнире по боксу заняла второе место уступив лидерство Узбекистану тройку лучших замкнула сборная Беларуси в Махачкале масштабно отметили день физкультурника фестиваль спорта здоровая нация проходил с 6 часов утра до позднего вечера все началось на городском пляже столицы где любой желающий мог стать участником соревнований по игровым и водным видам спорта кроме того сильнейших определяли в турнирах по метанию гири армрестлингу перетягиванию каната здесь же всех участников ждал обед узбекский плов сегодня очень много народа пришло очень много молодежи пришло ветераны спорта пришли вот это радует я думаю что это прекрасный праздник здоровья красоты я думаю что каждый из нас дагестанец в крови как не только физкультурник он на самом деле он как спортсмен он и болеет за спорт любит здоровый образ жизни я думаю это самое важное наверное в жизни мы сегодня здесь проводим 16 номинаций мероприятий очень много участников хотим поблагодарить администрацию города за то что они позволяют нам проводить эти мероприятия также хочу поблагодарить министерство спорта по физической культуре что они тоже совместно эти мероприятия провели программа мероприятия продолжилась вечером уже на центральной площади столицы где известные дагестанские спортсмены провели мастер-классы и показательные выступления по разным видам спорта в обширную вечернюю программу также вошли развлекательные площадки такие как аквагримы и творческие мастер-классы А победитель паралимпийских игр по легкой атлетике Муса Таймазов обновил рекорд мира по метанию клаба. Дагестанский спортсмен побил свой же ранее установленный рекорд на летних играх паралимпийцев в Чебоксарах. Таймазов метнул снаряд на расстояние в 36 метров и 22 сантиметра, что принесло ему уверенную победу. Всего в первый день соревнования наша команда завоевала 7 медалей. Помимо Муса Таймазова золото в беге на 100 метров в турнире среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла ОМУ в Магомедово. Также 100 метровку первым среди спортсменов с нарушением функции зрения пробежал Александр Дормидонтов. Субтитры создавал DimaTorzok